Добрый день! Мы приветствуем вас на презентации образовательной программы «Экономическая безопасность». Сейчас мы расскажем вам много важной и полезной информации о специалитете экономической безопасности. Во время презентации вы можете уже задавать свои вопросы в чате, а по окончании презентации мы ответим на все интересующие вас вопросы. Добрый день, уважаемые абитуриенты, родители и все заинтересованные участники нашего мероприятия. Меня зовут Ольга Викторовна Корешева. Я являюсь доцентом кафедры финансы и кредит Института экономики и финансов Российского университета транспорта. Я расскажу вам об образовательной программе высшего образования уровня специалитет «Экономическая безопасность». Специальность «Экономическая безопасность» – это широкий спектр возможностей для будущего экономиста для реализации навыков и знаний в области экономики, финансов, управления рисками, государственной службы, управления, науки. Срок обучения по специальности «Экономическая безопасность» 5 лет, что является большим преимуществом. Во-первых, за 5 лет вы получаете полное высшее образование, дающее возможность занимать высокие управленческие должности. Во-вторых, имеется некоторая экономия при оплате, так как вам не обязательно продолжать обучение в магистратуре еще 2 года после 4 лет бакалавриата. В-третьих, сразу после специалитета можно поступить в аспирантуру, что после бакалавриата невозможно. Нужно вначале закончить и магистратуру. Комплексный подход обучения формирует фундаментальный объем знаний в экономической, финансовой, правовой, информационной, управленческой, налоговой, контрольно-ревизионной, бюджетной, банковской, цифровой, общеобразовательных сферах. Студенты овладеют навыками и знаниями для осуществления экономического анализа, планирования, прогнозирования, учета активов, имущества. Важнейшая часть процесса обеспечения экономической безопасности – управление рисками. Поэтому данному направлению в рамках учебного плана уделяется особое внимание. Превентивные меры по выявлению, оценке рисков и их нейтрализации позволят не допустить реализацию рисков, а соответственно предотвратить финансовый ущерб и дополнительные расходы для государства, хозяйствующих субъектов и личности. Студенты изучают методы оценки и управления рисками, внутренний контроль и аудит, осваивают риск-менеджмент. Еще одно направление обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта – проведение корпоративной разведки, объединяющие методы управления рисками, правовые и маркетинговые аспекты и анализ. Корпоративная разведка или коммерческая безопасность – это те сферы, где требуются специалисты именно по экономической безопасности, и нужны они во многих сферах деятельности. Комплексный подход в обучении позволит сформировать навыки, необходимые для любого экономиста, поэтому изучаются сферы финансов, оценки эффективности, инвестиций, рентабельности, финансовой устойчивости. Также студенты освоят управленческий и правовой блок – способы принятия решений, правовое обеспечение деятельности, а также информационно-цифровой, в рамках которого освоят необходимые компьютерные программы и средства автоматизации экономических и хозяйственных процессов. На слайде приведен перечень специальных дисциплин. Учебный план включает в себя и отраслевую составляющую. Специальные дисциплины, такие как экономическая безопасность логистических процессов на транспорте, экономическая безопасность транспортного комплекса в условиях цифровой трансформации, экономические основы транспортной деятельности и другие. Освоение дисциплин отраслевой составляющей формирует дополнительное преимущество будущих экономистов, так как позволит расширить возможности при трудоустройстве и комплекс знаний, которым обладают экономисты широкого профиля. Полный перечень дисциплин программы можно найти на сайте Российского университета транспорта в разделе образовательные программы. Активное применение инновационных методов обучения и цифровых технологий в учебном процессе позволяет актуализировать процесс обучения и получаемые знания и навыки для расширения компетенций студентов. А сейчас наши дорогие студенты специальности экономическая безопасность поделятся с вами своим опытом обучения и впечатлениями. Специально для вас они подготовили видеоролик. Всем привет! Мы студенты 4 курса специальности экономическая безопасность Института экономики и финансов Российского университета транспорта. И мы хотим вам рассказать о нашей специальности и поделиться своим опытом. Обучение по специальности экономическая безопасность создает возможность включить квалификацию экономии широкого профиля и возможность применения полученных знаний и навыков. Кроме того, при трудоустройстве перед нами откроются многие пути, где мы сможем реализовать наш потенциал и показать полученные умения и квалификацию. Фундаментальное экономическое образование – это та база, которая нужда везде, которая позволит вам трудоустроиться совершенно на любом предприятии. Как будущие специалисты в области экономической безопасности мы уже знаем, как анализировать экономическую безопасность государства, хозяйствующего субъекта, личности. Мы умеем системно управлять рисками, выявлять их и оценивать, предупреждать угрозы, осуществлять планирование и прогнозирование в условиях неопределенности. Мы можем оценить финансовую эффективность проекта или инвестиций, провести внутренний аудит на предприятии, обеспечить безопасное сотрудничество с контрагентами и даже управлять своими ценными бумагами. Наш учебный план предусматривает дисциплины целого комплекса блоков экономического, правового, информационного, управленческого и многих других. Это формирует большие преимущества, так как сейчас у многих специалистов требуется знание в смежных областях. Наша кафедра финансовый кредит и в целом это второй дом, где всегда помогут, направят туда, куда нужно, подскажут способ реализации своих идей и их способностей. Мы уже очень активно участвуем в различных мероприятиях кафедры, готовили доклады, участвовали в разных проектах, писали научные статьи и даже выступали в международные научно-практические конференции, которые называются «Вклад транспорта в национальную экономическую безопасность». И наши друзья стали победителями международного конкурса научных работ «Финат-НОУ». Мы посетили с экскурсией военную академию генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации. Также ознакомились с военно-историческим комплексом Академии. Наша кафедра финансовый кредит активно сотрудничает с военной академией в написании учебных трудов. Дальше мы результаты используем в нашем учебном процессе. Студенты нашей специальности экономической безопасности лично проходят обучение в стенах военно-учебного центра при Российском университете транспорта МИИ. Обучение проходит методом военного дня один раз в неделю. После успешного окончания вуза студенту будет присвоено воинское звание в соответствии с пройденной программой обучения. Это позволяет воспитать мужественность, укрепить патриотизм и развить все необходимые навыки, присущие каждому настоящему мужчине в наше время. Для нас обучение по специальности экономической безопасности – это платформа для саморазвития. Причем это не только активный учебный процесс, но и знание и обучение, самодисциплина, творческая и научная активность. И благодаря такой компиляции возможно достичь очень высоких результатов. С первых дней обучения мы прочувствовали всю любовь, всю добрую и любую атмосферу нашего института экономики и финансов. И кафедры финансы и кредит. Хорошее отношение и поддержка наших любимых преподавателей. Мы гордимся тем, что являются студентами кафедры финансы и кредит в специальности экономической безопасности. И приглашаем вас присоединиться к нам. Хорошие люди должны взбираться вместе! Мы очень гордимся нашими студентами. Как вы видите, растут настоящие профессионалы. Уже начиная с первого курса, наши студенты активно вовлекаются в проектную деятельность, которая является неотъемлемой частью учебного процесса и необходима в первую очередь для получения практического опыта в рамках образовательной программы. Студенты получают новые компетенции, работая над реальными проектами, которые решают задачи реального сектора экономики, компании или государственной организации. Студенты приобретают важные навыки командной работы и деловой коммуникации, изучают пользователя и индустрию через проектирование и опробирование принципиально нового решения, которое позволяет получить навыки эффективного взаимодействия с коллегами и партнерами, почувствовать ценность проектного подхода. Но не только проектная деятельность дает возможности в реализации и саморазвитии для наших студентов. Об интересных и важных направлениях деятельности нашей кафедры расскажет заведующий кафедрой финансы и кредит, доктор экономических наук, профессор Межох Зоя Павловна. Студенты кафедры финансы и кредит имеют хорошие возможности для творческого развития и самореализации. На кафедре больше 20 лет работает научная школа экономическая безопасность транспортного производства. Ежегодно проходят международные научно-практические конференции, в которых могут принимать участие студенты всех образовательных программ нашей кафедры. Продолжение следует... Возможности для реализации, которые предоставляют наши кафедры финансы и кредит и Институт экономики и финансов, такие же разнообразны, как и способности и активности наших студентов. Помимо обучения, наши студенты активно участвуют в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, посещают выставки, различные экскурсии, круглые столы, научные конференции. Кроме того, активное сотрудничество с Военным институтом, Военной академией Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации позволяет не только исследовать и внедрять в учебном процессе научные труды, в частности, прогнозируемые вызовы и угрозы национальной безопасности Российской Федерации и направлении их нейтрализации, но и также участвовать в рамках научно-деловых программ Международного военно-технического форума «Армия». Все это тоже позволяет формировать навыки для будущей трудовой деятельности наших студентов. Студенты готовятся к широкому спектру видов профессиональной деятельности. Уникальной специальность «Экономическая безопасность» делает соединение традиционного подхода к подготовке специалистов-экономистов и современных методов и технологий в образовании. Широкий спектр изучаемых дисциплин позволит выпускникам кафедры профессионально работать в государственных органах федерального, регионального и муниципального уровня, банках, финансовых и страховых компаниях, инвестиционных фондах, фондовой бирже, экономических службах, предприятий и организаций всех форм собственности на должностях, требующих высокой квалификации, а также в различных организациях транспортной сферы. Выпускники нашей кафедры имеют большие перспективы на рынке труда. С целью закрепления теоретических знаний студентов на кафедре разработана и реализуется комплексная программа проведения производственной практики, что также помогает студентам зарекомендовать себя у конкретного работодателя и обеспечить будущее рабочее место. А сейчас, уважаемые абитуриенты, позвольте представить обращение, возможно, вашего потенциального работодателя, вице-президента по экономике и финансам, ПАО «Трансконтейнер», кандидата экономических наук, Шиповской Натальи Ивановны. Здравствуйте, будущие студенты Института экономики и финансов Российского университета транспорта. Я обращаюсь к вам как будущий работодатель для выпускников специальности экономическая безопасность. Я являюсь вице-президентом по экономике и финансам акционерного общества «Трансконтейнер». Я сама закончила НИИД и хорошо знаю работу кафедры финансы и кредит. Трудно ли к нам устроиться на работу? Начните с поступления на специальность экономической безопасности, хорошо учитесь, то есть без строек, участвуйте в научной деятельности кафедры, записывайтесь на практику в ПАО «Трансконтейнер», и это даст вам хорошую основу для будущего вашего карьерного роста. Кафедра финанса и кредит готовит высококвалифицированных специалистов, которые имеют устойчивую основу для дальнейшего развития и карьерного роста. Кроме того, кафедра финанса и кредит активно взаимодействует с нашей компанией, мы ведем совместную научную деятельность, а также направляем все свои силы на развитие и дальнейшее трудоустройство студентов кафедры финанса и кредит. Полученные во время обучения знания станут вашим главным пропуском на работу в передовых транспортных компаниях российских железных дорог. На текущий момент в нашей компании работает много выпускников кафедры финанса и кредит. Наш главный бухгалтер является выпускником кафедры финанса и кредит. Ждем вас сначала в Институте экономики и финансов на специальности экономическая безопасность, а потом в нашей компании «Трансконтейлер». Желаю вам удачи! На слайде представлены предметы, ЕГЭ по которым необходимо сдать для поступления на специальность экономическая безопасность. Это русский язык, профильная математика, а также общество знания или информатика и ИКТ. Высокие баллы позволят вам сэкономить ваши средства при оплате обучения, так как в Институте экономики и финансов действует система скидок 15, 20 или 25 процентов в зависимости от величины баллов. Также вы видите способы подачи документов онлайн или очно. На текущем слайде представлены наши контакты. Подписывайтесь на телеграм-канал и группу ВКонтакте нашей кафедры, и вы будете в курсе разнообразных событий и новостей. А также на сайте Института экономики и финансов вы найдете много полезной информации о порядке поступления. Спасибо за внимание! Уважаемые участники, сейчас мы переходим к этапу ответов на вопросы, которые вас заинтересовали. Сейчас на чате мы видим, уже поступили некоторые вопросы по поводу порядка поступления, и мы попросим помочь ответить нам на вопросы от представителя ответственных за прием Института экономики и финансов Завьялова Надежда Федорова. Итак, несколько вопросов, объединимых в один, касаются вопросов оплаты обучения и скидок. Какое количество баллов необходимо для получения скидок на оплату? Здравствуйте, уважаемые участники! Ну, смотрите, скидки зависят от суммы баллов трех ЕГЭ. Соответственно, сама скидка начинается от 180 баллов, ну и, соответственно, по нарастающей уже 15%, 20% и 25%. Более подробную информацию вы можете найти у нас на сайте efmi.ru. Спасибо. А также в продолжение про стоимость обучения. Сколько стоит обучение? Поступил вопрос. Смотрите, стоимость обучения по прошлому году – это 135 тысяч семестр. Соответственно, по этому году более актуальные стоимости также будут вывешены у нас на сайте. Наблюдайте и следите. Спасибо. Следующий вопрос. Есть ли бюджетные места по специальности «Экономическая безопасность»? Бюджетных мест по этому году нет. Спасибо. Также поступил вопрос, когда можно заключить договор на обучение, чтобы точно пройти по конкурсу, если минимальные баллы есть, но они невысокие? Как только вы подаете заявление, сразу же вы заключаете с нами договор, и, соответственно, после того, как вывешиваются списки поступивших, мы заключаем с вами договор и производится оплата. Спасибо. Также поступил вопрос по специальности «Экономическая безопасность» студенты. Могут ли поступить на военную кафедру? Да, конечно, такая возможность есть. Там специальный отбор, соответственно, вы должны будете отлично учиться, участвовать в различных мероприятиях института, ну и показать их отличную физическую подготовку. Спасибо. Также еще один вопрос. В какие сроки производится зачисление? Вот срокам зачисления подскажите, пожалуйста. Смотрите, первое зачисление в этом году у нас 1 августа, соответственно, 12 и 19. Документы вы должны будете подать до 20 июля. Спасибо. Уважаемые участники, надеемся, что презентация вам понравилась, вы получили много важной и полезной информации. Мы будем рады видеть вас в стенах Института экономики и финансов на специальности «Экономическая безопасность». Ждем вас. Спасибо за участие.